МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарегис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Зачем нужно дополнительное образование для детей? Как организована система дополнительного образования детей и подростков? Чему можно научиться в муниципальном бюджетном учреждении и дополнительном образовании Центра детского творчества «Металлург»? В нашей студии Маргарита Анохина, директор муниципального бюджетного учреждения и дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург» городского округа Самара и Александра Озерская, методист муниципального бюджетного учреждения Центра детского творчества «Металлург» городского округа Самара. Маргарита Саниславовна, Александра Сергеевна, искренне рад вас видеть. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Здравствуйте, да. Мы тоже очень рады. Да, и тем более учебный год в самом разгаре, поэтому есть о чем поговорить. Я, знаете, с чего предлагаю начать беседу? Вот поговорим о цифрах. Для начала, сколько учреждений дополнительного образования в городском округе Самара? В нашем замечательном городе Самара 44 учреждения доп. образования под ведомственным департаментом образования администрации городского округа Самара. Да, 44. И еще у нас есть в структурах учреждений почти 100 клубов по месту жительства. И на самом деле хочется порадоваться, что именно наш город, Самара, сохранил сеть клубов по месту жительства. И они развиваются, они очень интересные, самодостаточные. И, честно говоря, там нисколько не хуже дается образование, обучение, воспитание, чем в больших центрах. На самом деле я соглашусь, почему? Потому что вот я обращаю внимание, как бы человек любознательный по своей профессии, когда смотрю, вот иду, когда я вижу вот эти вывески, и я заходил несколько раз. То есть это действительно такая реально работающая система. И что удобно, она так устроена, что, в общем-то, ребенок может географически ходить, ну, куда-то поблизости. Да, в микрорайонах, да. То есть это шаговая доступность, что тоже важно, потому что это и транспортные затраты, ну, и вопрос там безопасности и так далее, и так далее. То есть вышел из дома, пять минут прошел и зашел. Но вот смотрите, какой вопрос важный. Вот если говорить в целом о системе, традиционно считается, что у нас учатся дети в школе, и их там учат. Вот тогда, а зачем же еще дополнительное образование, чего не хватает в обычном традиционном школьном образовании? Давайте я отвечу. Чаще всего родители считают, что дополнительное образование – это организация досуга детей в неурочное время детей. То есть дети же не с утра до ночи находятся в школе. То есть все родители работают до шести, и, соответственно, после школы ребенок не находится под присмотром педагогов. Это 100% так, но это далеко не самая главная наша миссия. Одно из главных, я все-таки считаю, это развитие коммуникативных навыков ребенка. Это формирование культуры здорового образа жизни. Это привитие здорового образа жизни нашим дорогим детям. И также это, конечно же, ранняя профориентация наших детей в дополнительном образовании происходит. Ну, о профориентации чуть позже поговорим. То есть я правильно понимаю, что на самом деле дополнительное образование – это такая система и то место, где ребенок может получить некие навыки уже такие более практические. То есть школа – это все равно в значительной степени теоретическая такая история. То есть математика, алгебра, геометрия и так далее, русский язык. А система доп. образования – это то место, условно говоря, ты учишь русский язык, там ты можешь попытаться складывать стихотворения, например. Я сейчас фантазирую прямо на ходу, например. Или ты изучаешь физику, а в системе доп. образования ты можешь попробовать сделать наглядно, здесь паровую машину, например, и посмотреть, как она работает. Конечно. Для нас и главная тоже задача – раскрыть возможности детей, раскрыть таланты и, конечно, занимаясь практической деятельностью в любой направленности. Это всегда дает и дополнительное образование, реализация нашей программы дополнительного образования, и, конечно, может быть, это и досуг. Но это досуг с пользой, да, Александра Сергеевна? Абсолютно верно. И для нас очень важно сказать всем родителям, что дополнительное образование, как мы считаем, оно можно, его, наверное, отнести как к основному образованию, потому что мы воспитываем, мы обучаем, все это идет параллельно в процессе. И, конечно, детям нужно сменить картинку. Уйти из школы в наш подростковый клуб, клуб по месту жительства, в стены нашего центра, где другая атмосфера, другое состояние, другие педагоги. И это очень важно для детей. И когда мы слышим, что родители говорят, вот если у тебя не будет двоек, тогда ты пойдешь. Это очень ошибочное мнение. Вот как раз очень часто мы встречаем дети неуспешные в школе, приходят к нам, занимаются практической деятельностью, делают самолет, идет, летает. Этот самолет обязательно попробуют, как он полетит или не полетит. И они становятся успешными. А наши педагоги говорят, давай мы исправим двойки и тройки. И идет процесс именно, наверное, восстановления учебной деятельности. И все встает на свои места. Поэтому наоборот мы говорим, надо заниматься дополнительным образованием детей. То есть даже если не очень хорошо дела идут в школе, это не означает, что надо вот дома сидеть, может быть, он просто не хочет. Конечно. Конечно. Тут же нужно понимать причины неуспеваемости. Часто к нам приходят родители и говорят, ну, ребенок не учится, я его не пускаю. А в чем причина? Может, потому что мама мало внимания уделила. То есть в нашем дополнительном образовании у нас идет совместная работа с родителями. То есть отдельная работа с родителями дает возможность родителям увидеть своего ребенка с другой стороны. И ребенок уже, почувствовав себя успешным, почувствовав, что мама всегда рядом, во всем его поддерживает, уже начинает оценки свои подтягивать и своим временем так заведовать, что успевает и здесь уроки выучить, и самолет построить. Самоорганизация. Да, да, да. Пространство, свои деятельности. Это только улучшает работоспособность ребенка. Кстати, я слышал такое выражение, что не бывает ленивых детей и людей вообще в целом, а бывает ситуация, когда ребенок просто не понимает, зачем ему это нужно. Совершенно верно. И вот если он понимает, зачем... Ну, вот вы пример с самолетом привели. То есть ты запустил самолет, но для того, чтобы он у тебя нормально летал, нужно его рассчитывать. То есть подъемную силу и так далее. И тут ты понимаешь, а зачем тебе математика? А зачем тебе физика? А зачем тебе физика? Конечно. И вот тут ты понимаешь, что надо как-то постараться выучить, чтобы он у тебя нормально летал. Но тогда вот вопрос, а чему можно научиться в центрах дополнительного образования? Я, когда готовился к программе, я посмотрел, ну, там на самом деле вот огромный ассортимент есть, вот таким языком выражаясь. Чему можно научиться-то? Ну, вообще вернусь к тому, что на самом деле много учреждений доп. образования в нашем городе, и в каждом районе представлены эти учреждения. И они отличаются друг от друга. Какие-то маленькие, какие-то большие учреждения доп. образования. Где-то несколько направленностей, а где-то какие-то многопрофильные. Ну, вот если взять, например, наше учреждение, Центр Металлург, мы многопрофильное учреждение. У нас представлены все направленности, как в самом центре на Гвардейской 14, так и в наших клубах. А также наши педагоги ведут занятия еще и в детских садах, как дополнительные занятия. Даже в детских садах? Да, и в школах. Да, и мы этим гордимся, что педагогов у нас более 100, и все ведут занятия вот на всех вот этих площадках. Так вот, возвращаясь, чему можно научиться? Вот всему. Всему. И как в том стихотворении. И играть на дуде, и пилить, и стихи сочинять, и выступать. И дети это очень любят. И на самом деле вот этот успех, которому мы провоцируем детей, получить успех в любой направленности, вы не представляете, как он важен для детей. И дети зажигаются. Мы не зря нашим коллективом придумали такой девиз. Мы зажигаем сердца, вдохновляем ум, украшаем душу. Вот все в этих словах. Поэтому мы сами любим свою работу. И всем родителям поэтому хотим сказать. Приходите в учреждение доп. образования. Ищите свое. Подбирайте детям. И не бросайте. Потому что иногда бывает так, что ребенок пришел, посмотрел, вроде бы понравилось. Но на каком-то этапе ему показалось очень трудно, это нужно трудиться. И здесь очень важно, чтобы родители поддержали. Давай доведем до конца. Давай дойдем до конца учебного года. А там решим, там посмотрим. Потому что так бывает, что да, это не мое. Не твое, да. Да. Тогда мы найдем что-то другое для тебя. И вот этот поиск, он важен. Важен найти свое. Потому что, конечно, есть программы, которые рассчитаны на один год. Ты научился какой-то практическому какому-то навыку и ушел. А есть программы, которые не один год, и два, и три, и четыре года ходим. И это большие коллективы, которые посещают разные мероприятия, фестивали, конкурсы, соревнования. Это отдельная жизнь. Это отдельная жизнь педагогов, детей и родителей. И вот такие дети уже не скажут, что мы никчемные. Эти дети не подумают о плохом, о своем будущем. Это дети, которые будут и в дальнейшем уйдут уже от нас, поступят в свои университеты. Но они всегда будут успешны. Они не будут бояться выступать, презентовать себя. Вот поэтому мы и говорим. Дополнительное образование – это основное образование. Кстати, я с вами сейчас соглашусь. Вот здесь, тогда, если говорить в практической плоскости, вот я когда посмотрел, то есть у вас существуют, ну, можно сказать так, блоки. То есть есть спортивный блок, там, ну, самые разные виды спорта. Есть хореография, танцы, театр. Есть отдельное, ну, скажем так, развитие творческих каких-то способностей. Да, прикладное творчество, да. То есть театр, там, пение, музыкальное какое-то образование и так далее. А существуют еще, я так понимаю, направления, связанные, ну, по сути дела, с таким техническим воспитанием, с техническим обучением. Конечно, да. То есть это связано с чем? Это связано и с изготовлением каких-то предметов, ну, вот там, я не знаю, там… Это 3D-ручка у нас есть, техническое направление, дети учатся творить из 3D-ручки, всевозможные фигуры. У нас есть вот как раз в техническом творчестве авиамоделирование, где именно самолеты дети учатся строить. Да, как раз его сделать самому и запустить. Это вот старое направление, но оно настолько интересное детям. Да, да. Ну, так извините меня, между прочим, беспилотники-то, они же есть и самолетного типа, так, на секундочку. Конечно, это очень взаимосвязано. Это как раз вот туда дорога-то, очень хорошая дорога. Да, да, очень взаимосвязано. У нас есть кардодром, где можно попробовать все самолеты. Да, это вот как раз всего год. То есть есть площадка, где можно все запустить? Да. Это всего лишь год назад построен кардодром, и именно при поддержке города, главы города, и мы очень рады, что выделены средства, построен в парке 50-летие октября, такой кардодром. Ну, и спортсмены, авиамодельщики, да, они все приезжают, приезжают, летают, тренируются. Это очень здорово, это всем помогает. Как раз и становятся спортсмены высокого класса, потому что это тоже спортсмены, авиамоделисты. И здесь еще важный момент, это люди, которые умеют работать головой и руками. Конечно, это же важно. Вот, кстати, если говорить вот об этом, даже немножко переформулирую, вот, возвращаясь к теме профориентации, вот как это все помогает выбрать свой путь? Можно ли, например, вот ребенку прийти, вот вы сказали, что есть годовые программы, есть программы там многолетние, вот, ну, допустим, там, я, условно говоря, попробовал я там сочинять стихи, понял, что не мое, там, попробовал танцевать, понял, не мое. Потом я понял, что вот мне надо заниматься авиамоделированием, или, я не знаю, там, или, там, выпиливать лобзиком, я сейчас фантазирую. Вот, как пройти этот путь, чтобы, наконец, потому что ребенок должен пробовать, вот, чтобы, наконец, понять, вот, что это твое, и затем идти по этому пути? Ребенок приходит, вот, у нас день открытых дверей был, прям, недалеко, недалеко, традиционный. Каждый год мы открываем двери центра, у нас все педагоги стоят, рассказывают про свои направления. Вот, к нам приходят дети, говорят, а я не знаю, чем я хочу заниматься. Ну, это обычная история. Обычная история, да. Чаще всего ребенок идет на педагога. Педагога. Порой, вот, по своему опыту, я в детстве и знать не знала, что пойду в нашу школу звезд, у нас была такая программа сейчас, это арт-группа, то есть это театральное мастерство. Никогда бы в жизни не подумала, что мне понравится, но я пошла на педагога, и педагог привил мне эту любовь. То есть очень многое зависит от педагога именно. И дети приходят, видят просто наших замечательных педагогов, влюбляются в них, и уже в них зарождается любовь, и любовь уже к предмету, к программе, к которой они учатся. Мультипликация, замечательная программа есть. То есть ребенок приходит и думает, блин, это же лепка из пластилина обычная. Но педагог настолько здорово может преподнести, помочь составить сценарий, и составить потрясающий мультик, что ребенок понимает, «Ведь это мое, это же так здорово, что я могу мультик отснять». Или вот такая программа сейчас очень у нас популярная. Хозяюшка, дети, мальчишки и девчонки приносят с собой овощи, режут салаты, надевают колпаки, фартуки, все как положено, режут, украшают свой салат, несут маме домой. Мы, конечно, восторгаемся, когда они проносят мимо, домой несут салаты, возвращаются вновь. И такое популярное вот у нас детское объединение. Хозяюшка. Это, то есть, обучают детей кулинарией, так сказать. Кулинарией. Основан, так скажем. Основан кулинарией. Да, начальным навыком. А кто учит? Педагог, сама кулинар с образованием, технолог. Да, то есть, как раз к нам в профессию приходят совершенно разные люди. Это, да, люди профессии, конкретной профессии, проходят переподготовку, становятся педагогами. И это очень уникальные люди, очень. Они любят свою профессию, они с таким восторгом ее преподают. А вот, пожалуйста, пример, когда выпускники, воспитанники наши возвращаются в наше учреждение. Когда-то Александра Сергеевна. То есть, Александра Сергеевна начинала? Здесь, да, в Центре детского творчества «Металлург». Моя мама, которая тоже работала в Центре детского творчества «Металлург», привела меня сюда. Изначально это было плетение челноком кружевных воротничков. Ну, я совершенно неусидчивая ребенок была. И меня отдали вот в театр. И у нас там был театр, хореография, вокал. И, собственно, конечно, я выучилась. В итоге получился педагог. В итоге получился педагог. Педагог, методист уже, да, по карьерной лестнице выросла. И очень любит также наш Центр, свой Центр. И мы его считаем родным домом. Потому что все вот там, там, в Центре, душа, душа наша. Но ведь если брать историю вашего Центра, ему, если я не ошибаюсь, по-моему, лет 60 тогда. Я вот хотела об этом сказать. Ну, да, на Металлурге наш Центр называется Металлург. Это неспроста. В честь завода. Да. Сначала, в любом случае, это в честь завода. И мы оставили это название, хотя нам предлагали, может быть, вы измените. Уже как-то несовременно вы называетесь. Это замечательно. Так, как мы все-таки себя говорим, что мы находимся в поселке Металлургов. Что нас создал когда-то Кют. Это мы ровно 65 лет назад, мы в следующем году отмечаем наш юбилей. Сначала это был Кют. И более 30 лет мы уже большой Центр детского творчества. Кют – это клуб юных техников. Да. То есть мы начинали вот с такого маленького профильного технического клуба юных техников. Ну, вообще, какие молодцы были заводчане. Кадры готовили сразу. Когда думали уже, что детям нужно давать дополнительное образование, детей нужно воспитывать. И ведь на самом деле дети приходят очень разные, которые не могут в круг встать, не могут согнуть листочек. И вот это все, как мы говорим сегодня, много говорили про практические знания и умения. Это очень важно. Поэтому мы и говорим дополнительное образование. Но если про Центр Металлург говорить, уже в следующем году мы все уже готовимся к этому юбилею. Уже собираются творческие группы. А у нас коллектив очень дружный, интересный. И мы очень любим собирать наших педагогов в творческие, в дружные группы, где мы составляем, что будет на юбилей. Мы всех приглашаем. Во Дворце Металлургов будет у нас замечательный праздник. Весь коллектив будет участвовать. Поэтому для нас это тоже очень важно. Я должна еще сегодня сказать, что как у нас еще в девяти учреждениях доп. образования есть Центр тестирования ГТО. И это тоже такой полноценный отдел, который принимает в школах и в детских садах нормативы ГТО. Сейчас это тоже очень важное направление работы. И мы сейчас пропагандируем эту работу. Потому что вот этот комплекс замечательный, готов к труду и обороне, это очень актуальный комплекс. И мы тоже призываем родителей, детей подключаться и всем вести здоровый образ жизни и участвовать, сдавать нормы ГТО. Ну, кстати, если говорить о здоровом образе жизни, когда ребенок, ну или молодой человек, так скажем, попадает вот в эту обстановку, у него как бы и формируются вот эти привычки. То есть когда он общается с теми людьми, которые, ну, по ним видно, что они не курят, не употребляют алкоголь. Это все видно, на самом деле. Это видно по лицам. Это видно по тому, как люди разговаривают. Понятно, что у них появляется вот эта привычка. Он понимает, что вот так жить, собственно, правильно. Да. Да. Это важно. Вот, наверное, здесь мы могли бы сказать, что вот кроме занятий для нас, для нашего коллектива, для нашего центра, очень важно еще проведение таких крупных, больших мероприятий, которые объединяют все коллективы, да? Все коллективы, да? У нас их несколько. Вот скоро вот мы уже готовимся к нему, благотворительные мероприятия, день яблочного пирога, благотворительная акция. Это вот как раз кулинары будут наверняка готовиться. Кулинары, это и не в 100%. Ну, не только, ну, понятно. Там еще все готовят. Все пекут разные хлебобулочные изделия с яблоками и без яблок. И потом сами же дети, которые испекли, принесли, надевают тоже перчатки. И все у нас в чистом виде. Все это продается друг другу уже. И все вырученные средства, это все занимаются наши волонтеры, собираются в отдельную коробочку. Приходят, наверное, мы заранее выбираем. Мы заранее выбираем семью. Кому будут отданы средства, да? И передаете. И передаем здесь же и тут же. Второй благотворительный у нас хорошая очень акция – это день кота. Это самое радостное, позитивное. Дети обожают это мероприятие. Котов все любят, в общем. Там мы уже изготавливаем всевозможные поделки, сувениры в виде котов, все, что касается котов. И тоже собираем. У нас все в котах. Да, все в котах абсолютно. Дети ходят тоже в котах, потому что аквагрим. Целый праздник. Концерт. У нас есть, где песни поют про котов, танцуют танцы с котами. Но главное, приходит обязательно кто-то, руководитель приюта. И, конечно, идет разговор. То есть, где живые кошки есть. Да, идет разговор о том, почему кошки в приюте. И как сделать так, чтобы их не было в приюте, чтобы приютов было меньше. И что для этого нужно делать. Как воспитывать кота и так далее. Да, и вот этот разговор очень важный. Конечно. И все средства, которые выручают дети, они тоже сами передают руководителю приюта. И какие слова, какие слезы катятся у руководителей приютов. Потому что, ну, это невероятное просто зрелище, когда дети с душой все это делают ради бездомных животных. Да, ну, можно я еще добавлю, что вот... Нужно, Александр Сергеевна, нужно. Одним, конечно, мероприятием вот это у нас сегодня не оканчивается. То есть, воспитательная работа, она у нас идет, конечно, на протяжении всего года. То есть, у нас не только два мероприятия. У нас День пожилого человека. Вот уже сегодня. Да, вот сегодня, да. Тем более, что в системе городского округа Самары, ведь есть же еще дворец ветеранов, с которым как раз... Да, мы тоже взаимодействуем. Да, мы взаимодействуем, у нас много партнеров. А старые и малые, это вот как раз то, что нужно соединять. Да, самое то, да. С каким удовольствием дети делают сувениры для пожилых людей. То есть, моя дочь, она сама занимается в хозяюшке. И вот они выделили время, они резают салат и делают сувениры. То есть, и они готовы, они с таким удовольствием это делают. Так они пойдут вручать сами? Сами пойдут вручать, дарить, да. То есть, все, что касается приютов, то есть, у нас есть педагоги, которые сотрудничают на протяжении года с приютами. То есть, они в свои не часы, то есть, в свое свободное там время от часов преподавания, они идут с детьми в приюты, знакомят их, помогают. То есть, собирают отдельно акции, корма, то есть, не только в день кота. И это, на самом деле, большая благодарность нашим педагогам за их открытые сердца, за то, что они так всегда откликаются. Гретья Саниславовна, вот такой вопрос неожиданный, может быть, будет немножко. А у вас в вашей системе среди преподавателей много мужчин? Потому что вот, ну, одна из важных, на мой взгляд, проблем, что все-таки у нас в образовании лицо женское. Замечательно к женщинам отношусь, но считаю, что мужчин должно быть побольше. Вот у вас мужчины есть, и чем они занимаются? Мы даже считали в процентном отношении, мы как-то тоже задались этой темой. Конечно, хотелось бы еще больше, всего лишь 10% от всех педагогов у нас мужчины. Но есть, это хорошо уже, так. Но есть, да. Чем занимаются, что ведут? В основном это педагоги, которые ведут спортивные объединения. Ну, у вас там хороший прям куст. Разные-разные виды борьбы, греко-римская борьба, самбо и дзюдо. Атлетическая гимнастика у вас, я знаю, есть. Атлетическая гимнастика. Вот очень люблю это название, оно говорит о том, это о пользе для здоровья, именно говорит. И военно-патриотическое, многоборье можно его назвать. У нас замечательные педагоги. На самом деле у нас все педагоги очень харизматичные. Просто техническое образование у вас, по-моему, есть специально. Да, конечно, конечно. И педагоги технического творчества, тоже мужчины. То есть те, кто как раз может научить, что называется, как к станку подойти, как взять пилу в руки, что такое там натвертка, что такое напильник и так далее. Они у нас очень уважаемые педагоги технического творчества, они уже у нас такие мудрые наставники. Они, ну, можно сказать, для детей, они кому-то папа, кому-то дед. Конечно. Поэтому они настолько авторитетны у детей, эти педагоги. Да и вообще все педагоги, я про всех хочу сказать, у нас все педагоги уникальные, уникальные, харизматичные. Главное, что они очень любят детей. Конечно. Вот это самое главное. Это очень здорово, да. Вопрос, с какого возраста можно отдавать тогда ребенка в систему доп. образования? То есть это с первого класса или это можно раньше? Раньше, конечно. А с какого тогда, не знаю. Мы приглашаем детей с пяти лет. Да, пожалуйста, да, с пяти лет. А чем можно в пять лет ребенку заниматься? Бисер и плетение. У нас есть прекрасная программа лепка. И зор. Рисование. Дети очень любят рисовать в этом возрасте. У нас не хватает групп даже порой, как хотят дети рисовать. И вы знаете, какие картины они рисуют. Они очень любят лепить. Очень любят. То есть это логика у нас, это рис тоже. Вот, кстати, очень важно. Вот это очень важно. То есть в пять лет можно прийти, заниматься логикой. То есть можно готовиться к школе? Конечно. Маленький, знаю, как у нас есть прекрасная программа. Конкретно там уже дети учатся. Заточено как раз под школу. Да, буквы, счет, они узнают, учатся писать. У нас замечательные предприятия. И главное, что это не в одном месте находится. Да, это... Вот если посмотреть нашу структуру, вот у нас сейчас 20 клубов по месту жительства. Ух ты! Да, мы самые большие. Большое хозяйство. Это, получается, география от улицы Земица, да, и до Московского шоссе. То есть это достаточно большой разбег... Да, огромный. Да, разбег клубов. Поэтому у нас на сайте есть вся информация, что в каждом клубе есть, какие программы реализовываются. Поэтому главное не полениться зайти на сайт нашего учреждения, как и любого другого учреждения дополнительного образования. Ну, понятно, если ты живешь, условно говоря, в Самарском районе, тебе удобнее там. Конечно. А чтобы найти другое учреждение, тоже можно зайти на сайт... Навигатор дополнительного образования. Это как путеводитель. Да, да, там абсолютно все программы дополнительного образования собраны. То есть можно, если уже знаете, что хотите конкретно в это учреждение, открыть учреждение, это и посмотреть, какое в этом учреждении... Есть программы. Да, какие есть программы. Если, совершенно, если вдруг вы мобильный на машине, куда хотите, куда хочу, туда поеду, тогда уже конкретно забивается... Соглашаем к нам. Да. Тогда да. Тогда да. Мне подсказывает, осталось три минуты, прям крайний вопрос, последний вопрос. Вот сейчас уже сегодня октябрь, если, допустим, захотели прийти, это уже поздно. То есть нужно приходить, условно, 1 сентября или там в конце августа выяснять, или можно прийти в середине года и так далее. Вот когда приходить-то? Конечно, у нас, как и в школе, учебный год начинается с 1 сентября и по 31 мая. Но. 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 Бывают разные ситуации, бывает где-то недобор в каком-то детском объединении. Поэтому главное желание, прийти можно всегда, даже если уже набрана группа, все равно расскажем, куда можно еще пойти, где есть недобор. Поэтому не сидеть, а к нам идти. Найдем место. Обязательно. Всем. Всем. Спасибо за интересную, содержательную беседу. Желаю вам удачи, искренне. Увидимся обязательно еще вновь, потому что дело, которое вы делаете, очень важное, очень нужно, очень полезное. Спасибо большое. Мы очень будем ждать ваших приглашений. Конечно, в преддверии профессионального праздника, если можно, поздравить всех учителей, педагогов дополнительного образования с профессиональным праздником. И пожелать, конечно, главное, здоровья, благополучия и всего-всего только самого хорошего. Благодарных детей и родителей. Да, с праздником, дорогие наши коллеги. Спасибо вам большое. Спасибо. Напоминаю, нашей студии были Маргарита Анохина, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург» городского округа Самара. И Александр Озерский, методист муниципального бюджетного учреждения Центра детского творчества «Металлург» городского округа Самара. Пусть ваши дети будут развиты, поэтому приходите в систему ДОП-образования. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова